В очередной раз я веду вас по коридорам станционных техников. И сегодня мы побываем в комарке Папы Карла. А если серьезно, то зайдем в гости к крещикам по дереву. О, вот, наверное, из этих бревнышек и делают буратино. Создать что-то своими руками, потому что резьба по дереву в такое направлении. Можно полку украсить, там резьбой какой-то, наличник выжать, да, красиво сейчас. Какие у нас произрастают? Это липа, осина, береза. Потому что более сложные породы дерева, как груши, там яблони, ледопы, они очень твердые. Потому что дети приходят с десятилетним возрастом, ручонки у них слабенькие. Они просто, это вот, твердые породы дерева, они не могут прорезать. Резьба по дереву – это очень увлекательная и интересная работа, не требующая никаких сложных инструментов и приспособлений. Однако резьбик должен быть очень терпеливым, внимательным и аккуратным. Только тогда он достигнет необходимого результата в работе. Я здесь занимаюсь уже второй год. Очень интересно. Тут можно учиться и делать от ложек, и от различных поделок, до ножей, стамесок. В данный момент я вот делаю ящерцу. Делаю ящерцу. Значит, работа вот интересная. В данный момент вот они уменьшают толщину хвоста и пальцы делаю. Я занимаюсь здесь только в этом году начал, но я ни разу еще не пожалел, что я сюда пошел, потому что очень интересно. Я захотел, потому что мне понравится работать с деревом, обрабатывать его, ну и украшать. В данный момент я занимаюсь резьбой. Делаю, например, подставки под чайник. Сейчас я попробую вырезать что-нибудь по дереву. Да, уж терпеливость и аккуратность тут действительно не помешают. Если у вас есть желание из простой деревяшки сделать вот такую вот красоту, а еще научиться разным приемам резьбы по дереву, приходите. Вас здесь ждут.